Внимание, внимание, уважаемые автомобилисты! Акция! Внимание! Ух ты! Неужто бензин раздают бесплатно? Нет. А может, отреем выиграют что-нибудь машину? Да нет же, просто с 1 января 2016 года ГИБДД запустила новую акцию. Теперь, если вы оплачиваете штрафы в течение 20 дней, то можно получить акцию, то есть скидку в 50% от суммы штрафа. Вот, молодой человек, сейчас я вам покажу все поподробнее. Вот, смотрите. Сюда не попадают грубые нарушения. Это управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это повторный выезд на полосу встречного движения. Это превышение установленной скорости движения более чем на 40 км. Это передача права лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также не имеющему права управления транспортными средствами. И управление повторное транспортным средством в незарегистрированном в установленном порядке. То есть вот эти грубые нарушения, они не подлежат данным изменениям. Ну вот. Ну все, тогда я помешал проверять. Вдруг не нарушил. Подожди, подожди, ну не торопись же. Нужно дождаться, пока все сведения о штрафе попадут в единую информационную базу. Если штраф вы оплатите раньше, то скидки, увы, не будет. Так что ищите всю информацию в постановлении. Едем дальше. В этом году без права управления транспортным средством могут остаться злостные неплательщики с 15 января в силу вступили изменения в законодательстве. Наложение ограничений на водителей, у которых есть задолженность более 10 тысяч. Сотрудник госавтоинспекции, остановив водителя за любое нарушение, может по базе посмотреть, имеются ли ограничения у данного водителя. Если выявлены такие ограничения, то здесь идет административное наказание по статье 17.17. Оно предусмотрено в виде исправительных работ на срок до 50 часов или лишения права управления. Что же касается автомобилей, то и здесь не без изменений. С 1 января этого года в Россию больше нельзя ввозить новые автомобили без антиблокировочной системы торможения. Не выдадут ПТС и в случае несоответствия ввозимого автомобиля экологическому классу Евро-5. Продавать бензин класса ниже запретили, но пока только в Москве. В регионах действовать закон начнет с 1 июля этого года. Не паникуйте, менять двигатель в машине не придется. Достаточно будет перенастроить электронные блоки управления. Да и это дело добровольное. Переходить на новый стандарт, заставлять водителей никто не будет. Новые законопроекты уже подготовлены, в течение года они будут рассмотрены и, скорее всего, даже приняты. Так что мой вам совет. Будьте внимательными не только на дорогах, но и в информационном пространстве. Таким образом вы всегда будете в курсе последних неприятностей, которые готовят нам законодатели.